6-7 лет, всего 4 полнометражных фильма. Почему вы работаете так долго? Даже почему, мне более-менее понятно. А как работаете так долго? Вам удается оставаться в актуальном поле? Удается реагировать на острые вопросы современности? Ведь фильм и так-то опаздывает кино на два, на три. А когда на 20-10 лет, это совсем праздывает безгорно. У вас есть какие-то вопросы? Как вы думаете? Я не могу понять, что это. В fait, в quotidien, для того, чтобы быть плохой сценарист. И это очень важно. Когда я пишу, я имею в виду, я пишу 3 часа каждый день. Я пишу 3 часа каждый день. И я решусь 3 часа. Я не могу понять, что я пишу 3 часа. И, часто, я мобедлюсь в 3 часа. Но это единственная способа для авиации в книжке и в авиации в сценарии. Но если я пишу так долго, то, что не будет хорошо. Если я пишу так долго, то, что не будет хорошо. То есть, в последней линейке, то есть, в последней линейке, то есть, в моменте, то есть, когда все это кристаллится, и все это начинает функционировать. И это все до конца. И это все до конца. Я не очень отдаю себя отчет в том, что мои фильмы отвечают, что улавливают что-то, что важно услышать в фильме. Это вообще трудно понять на стадии на сценарии сценария. Сценарист, большую часть времени, это плохой сценарист. Потому что у меня есть дисциплина. Я сажусь на 3 часа в день. Я сижу и пишу. Я пишу 3 часа, но из этих 3 часов часто бывает, что полтора часа я не пишу ни строжки. Я сижу и мучаюсь. Потом что-то приходит, я что-то записываю на следующий день, что-то перенесываю. И если я пишу свои сценарии так долго, это значит, что я очень много отборковываю. Очень много каких-то мыслей, которые выявляются, не выдерживают испытания времени, которые вам проснутся. И сценарист чувствует себя хорошим сценаристом только на самом последнем прямом участке перед финишем, когда, как в перенасыщенном сырьевом растворе, вдруг все выпадает в осадок, вдруг начинают кристаллизоваться какие-то красивые соляные цветы. И вдруг ты начинаешь понимать, к чему это все шло. Вот она высыпала, она насчетала. А все остальное время это дисциплина, труд, прорабатывание каких-то сюжетов и отмечание каких-то идей. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо, Надежда, ДЛЯГРО, ООРГАНИЗЕ СТОЮДАТЬ Да, и я хочу поблагодарить Надежду Буцову, которая организовала эту дисциплину. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.